И здесь будут еще две детские спальни. Вот одна из них будет Маргаритина, которая мечтала о своей комнате. Да, Маргарита? Ну и наконец-то наша мечта, как говорится, сбудется. Анна Литуновская с дочкой приехали в свой будущий дом. Сейчас он готов на 80%. К нему подведены все коммуникации, а на первом этаже осталось выполнить лишь внутреннюю отделку. Дом в родной Сосновке им построили практически за год. Осенью планируют уже въезжать. У меня есть такая мечта Новый год здесь отмечать. Октябрь, ноябрь, ну как сложно, потому что очень сильно выросли цены. Мы не вмещаемся уже в бюджет, потому что пока строишь, там уже все взлетело, не получается вместиться. Но очень надеемся, что все-таки. В дом уже вложили 5,5 миллионов рублей. Около трех выделило государство, остальная часть – два материнских капитала и кредит. Это софинансирование обязательной условия программы комплексного развития сельских территорий. Так же, как прописка в селе и работа в социальной сфере. О программе Анна узнала из местной газеты 4 года назад. Я почитала, зацепилась, сначала раскручивалась, сначала не могла понять вообще, куда мне двигаться, куда идти. Потом пошла в администрацию, они мне там подсказали, что нужно в Министерстве всех хозяйств. И вот когда я уже с Эдуардом Владимировичем встретилась, ну уже вот все он мне уже подсказал, как действовать. Анна работает педагогом, психологом и инструктором по физкультуре в местном детском саду. Она могла купить или построить жилье в любом населенном пункте Хабаровского района. Но остаться в Сосновке, где выросла сама и родились ее дети, иметь здесь собственный дом – давняя мечта. К тому же, как педагог, который работает в селе, землю под строительство она получила бесплатно от государства. Людей я здесь знаю, работа здесь моя любимая. И местность, конечно. Мы вроде и близко к городу, то есть мы прямо на границе с чертой города. И в то же время мы в селе. Здесь много зелени, здесь много деревьев, здесь нет такого какого-то производства, которое бы портило нам здесь экологию. Окна в доме Литановских с видом на хихцир. На верхнем этаже – спальня родителей и троих детей. При получении соцподдержки у Анны был приоритет, так как ее семья многодетная. Разные сферы, разные условия и разные требования каждым уровнем граждан. В связи с этим, если это сфера сельское хозяйство, то у нас предоставление субсидий составляет где-то от года до двух лет. Если социальная сфера – это два и более лет. На текущий год за финансирование будет на 10 семей. У нас равно распределено – это пять семей в сфере сельского хозяйства и пять семей в сфере социальной сферы. За время существования федеральной программы свои жилищные условия улучшили 200 семей Хабаровского края. На субсидии из федерального бюджета было выделено более 310 миллионов рублей. Сегодня в очереди стоят еще около 300 семей. Анна Климова, Марина Рыжко, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.